Привет, дорогие подписчики, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить с Карим. В последней серии мы пробрались в канализацию Рифтона в поисках паренька, как его зовут, Эсберна, как я говорю, ему 60-70 лет, но тем не менее нам нужно его найти, пока его не нашла Талморская империя, потому что у него есть какие-то знания, судя по всему, о драконах. Так, но буйная фляга, возможно, они не будут меня резать? Давайте попробуем показаться ей на глаза. Или это он? Как мне вообще туда попасть-то? Буйная фляга. Да, тут все дружелюбно. Сравнительно. А ты кто у нас такой? Мне все равно, что ты продаешь, я не куплю. Хорошо. Нам не о чем говорить. Нам не о чем говорить. Как хочешь. Надеюсь, тебе есть чем заплатить за выпивку. Бесплатно не наливай. Держись от проблем подальше, и проблем не будет. Да что вы чешите мне тут? Хватил уже тебе наглости сюда явиться. В крысиной норе с людьми случаются нехорошие вещи. Я ищу старика, который прячется где-то в Рифтоне. А, тут полно стариков. Не знаю, чем тебе помочь. Так, мне нужно поговорить с ним. Он мой друг, его жизнь в опасности. Это трогательная история. А теперь вали отсюда. Не сработало. Давайте-то... А, тут полно стариков. Не знаю, чем тебе помочь. Ну, раз дело так обернулось, то такого старика я, наверное, знаю. Он прячется в крысиной норе. Почти не выходит. Кто-то приносит ему еду и все остальное. Старый сумасшедший, говорят. Чтобы здесь жить, вправду нужно умом двинуться. Старик, который прячется тут, где он живет. Он прячется в крысиной норе. Муравейник. Будь начеку. Не только ты его ищешь. Я даже подозреваю, кто еще его ищет. Так, это будет, конечно, не самая умная идея в таком... Как это называется? В общем, не очень в хорошем месте еще воровать яблочные пироги. Нашли потом с проломленной головой. Я слушаю. Я слушаю. Ну, слушай. Слушай, слушай. Держись от проблем подальше, и проблем не будет. Понятно. Не самые приятные личности. Я слушаю. Слушай. Так, пошли в хранилище. Сдается мне, что путь все-таки не близкий еще. Так, поэтому всем поудобнее. Запишемся. Сохраняшечек всегда под рукой. И вот его сейчас будем резать, похоже. А? Это агент Клинков. Убить его. Да как вы меня заметили-то, мать вашу. Ну, по крайней мере, мы хотя бы у нас полная ясность. Знаем, что тут Талмарцы ищут его. Так, как бы мне с тобой... Эй. Мое единственное спасение ничтожено. Так, еще есть пациенты. Хорошо. Кто-то еще бежит. Хватит. Нет, не хватит. Так, хорошо. Факел, кстати говоря, один пригодится, я думаю. Как-то сразу они меня заметили. Как они меня заметили? Самое главное, непонятно. Просто вышел вот сюда и сразу все сплошились. Так, ну мне куда-то туда. По идее, можно тут спрыгнуть. А мы, в принципе, сейчас спрыгнем. Почему нет-то? Нет у меня желания, честно говоря, все подряд исследовать тут. Мы этим займемся, когда будем искать гильдию воров. Так, муравейник, хорошо. Хорошо, хорошо. Так, вроде тихо, да? Нет, не найдешь меня. Это ты кому, глупая. Так, кстати говоря, давайте сохранимся. Черниль, память, ведро, гниль, нож. Нож, да, книга, да, ведро, да, черниль лица, нет. Она, судя по всему, там. Если меня наушники не обманывают. Нет, не найдешь меня. Сейчас найду, что-то она меня заинтересовала. Так, прям просят. Судя по всему, это был каким-то квестным персонажем, что ли, я не понял. Раз у тебя имя даже есть. Не важно. Я тебя уже убил. Камень, ведро, книга, нож. Так, давайте посмотрим, что ей надо. Ой. Блин, на ученике сломать это, конечно, позор. Это ты мне тут? Да. Это ты. Уходи. 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 Я жить хочу. Ну, ладно. Давайте так заодно посмотрим, кто на меня сейчас сагрится. Давайте так заодно посмотрим, кто на меня сейчас сагрится. Что она делает? Так, ну ладно. Что у нас тут? Тут у нас ничего. Так, ну отойди, мне туда нужно, ты мне сейчас помешаешь. Офигеть, вот эта анимация проработана, да? Ничего не случилось. Так, ладно. Уходи. Эсберн, открой дверь, я твой друг. Что? Нет, это не я. Я не Эсберн. Не знаю, о чем ты говоришь. Так, меня послала дельфина. Дельфина? Да как же вы? Да вы ее все-таки нашли. Она привела вас к нам. И я попался, как крыса в козловку. Он думает, что я талмарец. Так. В крысе на орешной ряд агента Талмара. Ищет тебя. А, во. Вспомни 30-е начало морозов. О, верно. 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 Я помню. Значит, дельфина все-таки жива. Уходи и расскажи, как тебе удалось меня найти и что тебе нужно. Так. Хефит мы убили. Да, персонажа у меня, конечно. Просто обычно, когда я играю для себя, у меня всегда получается очень такой добрый персонаж. но тут прям что-то зверюк какой-то. Проходи. 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 Чувствуй. Так. Теперь можно поговорить. Ну, давай. Значит, дельфина все эти годы продолжает сражаться. Я думал, она уже поняла, что это бессмысленно. Я пытался ей объяснить много лет назад. Почему бессмысленно? Что? Неужели еще не понятно? Что еще должно случиться, чтобы мы все проснулись и поняли, что происходит? Алдуин вернулся, все прямо по пророчеству. Дракон начала времен, который пожирает души мертвых. Никто не сбежит от него, здесь или в мире, но Алдуин пожрет всех и наступит конец света. Ничто его не остановит. Да бред. Я пытался ему объяснить, но они не слушали. Глупцы, все сбылось. А я мог только смотреть, как приближается наш конец. Алдуин, тот дракон, который оживляет остальных. Ты говоришь о конце света. О да, все это было предсказано. Начало конца. Алдуин вернулся? Только дракон рожденный, да Ваким может его остановить. Но уже много веков никто не видит дракона рожденного. Даже цыбоги просто устали от нас. Они оставили нас на съедение Алдуину, пожирателю мира. А надежды есть, я так-то да Ваким. Что? Ты? Неужели правда? Да Ваким? Тогда есть надежда. Боги не оставили нас. Вы должны... Должны... Мы должны идти. Быстрее. Отведи меня к дельфине. Нам нужно многое обсудить. Секундочку. Одну минуту. Хорошо. Давай собирайся. Это нужная вещь. Мне нет, это мусор. Я же мой анладский комментарий. Да, дверь у него, конечно, защищенная. Так. Давайте посмотрим повнимательнее. Видите, да сколько замков. Напоминает фильм с Мэлом Гибсоном. Не помню, как называется. Он там правительственный за гору боялся. У него восемь, что ли, замков на двери было. Можно идти. Все, можно идти. Идешь? Пойдем. Так. Нам что, все дорогой обратно придется проделать, что ли? Это кто там напивает? Так. Хорошо. Ага, понятно. Я так и думал. Ладно. Так, ты идешь, нет? Ты со мной. Ты маг. Хорошо. Сейчас, я думаю, будет очень весело подниматься, потому что спустились мы быстро, просто спрыгнули, а подниматься будет объемный путь такой. Есть тут дохрена агентов. то это будет печально. Так, да, вон они ходят. Сколько же их там елки-палки. Зато красиво. Зато красиво. Во всем надо искать положительные стороны. Так. Что-то у вас потолок какой-то заледеневший весь. Странно, по-моему, так не бывает. Хорошо. Что это шлем лежит? Фирменный. Скоримовский. Я, как вспоминаю Скорим, мне сразу ассоциируется вот с этим шлемом. Настолько они вбили его в голову в свои рекламы. Так, ладно. Что за наручи? Неплохая вещь, кстати говоря. Неплохая. Куда-то вот сюда они ушли. Так, ладно. Сохраняшечку надо сделать. Хорошо. Куда вы делись? Такое ощущение, что отсюда я никуда особо не поднимусь. А, хотя нет. Хотя поднимусь. Ладно. Хорошо. Ну все, судя по всему, мы так и выбрались, потому что... Так, это не мои рук дела. Это, видимо, агента убили. Потому что я узнаю вот эти вот ловушки. Значит, где-то здесь... Да-да-да. Все, понял я. Понял я, где мы находимся. Теперь нам нужен Торописа. Отлично. Заходим в бар. Эээ, ты со мной? Ничего, братья, не выберемся, не бойся. Все у нас будет хорошо. Да. Добрый день. Если тебе охота поболтать, фляга не самое подходящее место. Какие у тебя ножны. Ладно, уходим. Ладно. Сейчас опять будет опасно. Ну, по-моему, я, в принципе, всех попилил уже. На коротком пути. Так что волноваться особо не о чем. Оп. Не хватит. Так. Где кто еще? Ох. Не помогло. Все, скотина. Ох. Ээээ... Эээ. Ээээ. Ээээ, изберем дорогу. Нам нужно вот сюда. Хорошо. Все, на выход Уф, выбрались все-таки Кто бы мог подумать На улице ночь, конечно же Так, и сейчас нам нужно, я так понимаю, в Ривервуд Да Точняк Сейчас попробуем туда быстро переместиться Да, отлично Быстрые перемещения нам помогают сильно Во время выполнения этих сюжетных квестов Это хорошо, это радует Продвинемся маленько, тоже надоело В самом начале, в самой завязке Сидеть, поэтому Пройдем хотя бы там Ну не знаю, пока проходим Короче говоря, я думаю еще пару квестов Выполнить и потом начать выполнять До упора за темное братство Посмотрим, короче говоря Разберемся Потом серии через 10-15 вернемся опять К исследованию мира К блужданию по бескрайним полям Простором Скайрима Но пока что Сосредоточимся на сюжете Во всем должна быть мира О, довольно-таки неприятная погода Сколько времени-то? Время нормально Так, ты со мной? Ты со мной Во имя богов Дракон Дракон Хорошо, так Мы сохранились Вот сейчас опять он будет летать Пока он будет летать Мы будем прятаться Как приземлиться ему наступит хана Да у нас с драконом не дрались Отлично, молодец Не, неплохо он садит по дракон Отлично Молодцы Я просто не хочу на него тратить свои оставшиеся 10 двемерских стрел Давай, жги Надеюсь, он не убьет местного кузнеца Мне очень нравится местный кузнец Потому что Че, вломался? В лоб Поймал стрелу, да? Ладно, сейчас приземлиться Ну, давай, да? Че, поймал, нет? Блин, да шо ж ты какой Ладно, бодайтесь пока Хорошо Ну давай спускайся От тебя так и допинают Мы даже с тобой не подеремся Ладно Ладно Похоже, они без меня А нет, все-таки без меня не справиться Приземлился, умер Стандартное правило Поэтому мне и нужен крик, чтобы их приземлять Потому что, ну, чисто надоедливо с ними уже становятся драки Когда они летают, летают Пинать тебя с воздуха Это, по-моему, не очень честно Хорошо Хорошо Ну, неплохо Так, Эсберн, пойдем Пойдем, Эсберн Дельфина Я рад тебя видеть Многое не прошло Я тоже рада тебя видеть, Эсберн Слишком много, старый друг Слишком много Ну что ж Ты здесь и в добрых здравиях Идем, я знаю, где мы сможем поговорить Оргнер Последи за залом, пожалуйста Запросто Сюда Хорошо Неплохой маг оказался У него понравился, он чисто магией бьет Потому что, сколько я брал этих всяких жриц, магичек Они что-то то на лук переключатся, то еще на какой бред А вот он чисто такой маг Ну что Послушаем, что скажет Эсберн Так Насколько я понимаю, ты уже знаешь? О, да Да, вакир Да, я знаю Это все меняет, извиняется Нельзя терять времени Мы должны найти Давай покажу Где-то у меня здесь Что, Эсберн? Секундочку Одну минуту Вот Нашел Давай я тебе покажу Смотри Вот здесь Храм небесной гавани Настроенный на месте Одного из главных Гагавирских Магери и Бритей Во время завоевания Скорее Понимаешь, о чем он говорит? Тш-ш-ш-ш-ш или Стену Алдуина, чтобы запечатлеть в камне свои знания о Дракоте. Защита от векового забвения. Удрий и дальновидный шаг. Стена считалась одним из чудес света, однако в ней никто не знает, где она находится. Эст, к чему ты клонишься? Вы, вы что хотите сказать, что не слышали о Стене Алдуина? Никто из вас. Сделаем вид, что не слышали. Что это за стена? И как она поможет нам остановить дракона? На Стене Алдуина древние клинки записали все, что знали об Алдуине и его возвращении. Частью история, частью корочества. Ты думаешь, что Стена Алдуина расскажет нам, как победить Алдуина? Ну да, наверное. Пока не найдем ее, мы узнаем. Значит, идем в Храм Небесной Гавани. Я знала, что ты нам поможешь, Эсберн. Я знаю ту часть предела, о которой говорит Эсберн. Рядом с так называемым Кардспайром, в каньоне реки Кард. Мы можем встретиться с тобой там или отправиться вместе. Решай. Я там вас встречу. Твой выбор. Не ходить вместе это может и безопаснее. Меньше внимания привлечем. Не бойся. Я доставлю туда Эсберна в целости и сохранности. Мы тебя будем ждать у Кардспайра. Удачи. Дело в том, что я хочу сейчас, вот у нас серия заканчивается, я хочу сходить за кадром Виндхельм, взять свою броню Темного Братства, дать ей второй шанс. Потому что, ну, просто мне неинтересно играть в этой броне слишком легко и ощущаешь себя как консервная банка какая-то. Поэтому попробуем еще раз. Увидимся, наверное, в следующей серии. Так, что у нас здесь. Я ее просто пролистаю вот так. Кому интересно, на паузе прочитает, ладно? Потому что очень много текста. Все хорошо. Ну и, в принципе, все. Увидимся в следующей серии уже там, около этого помещения. Но это будет в следующей серии. И с вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова